Дорогие друзья, добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале Лоя Вязание. И сегодня я подготовила для вас экспресс мастер-класс, как связать шаль или еще называют бактус со средней линией. И акцент будет делать на том, как же связать такую шаль или бактус из голландской пряжи верл или в переводе вихрь. Если кто-то еще не знает, я являюсь владелицей магазина про клубочки. Который базируется в Москве, но продает пряжу по всему миру. И основной бренд, которым я занимаюсь, это голландский бренд HIPCHES, который изготавливает просто великолепную дизайнерскую пряжу, которая, собственно, и предназначена для шалей. Это вот такие моточки в 215 граммах 1000 метров. Огромная коллекция и разные цветовые сочетания. Сейчас я вам показываю моточек из коллекции Верл Амбре. Это когда цвет переходит из самого темного к светлому. Также очень большая коллекция цветов. Вот, например, сейчас я вижу шаль из такого цвета Верл 754. Здесь в одном мотке 6 длинных переходов цвета. И почему я, собственно, решила подготовить данный мастер-класс. Хотя на просторах интернета вы, естественно, можете найти много информации. Данный мастер-класс подойдет очень хорошо для новичков. Для тех, кто хочет, но боится. И очень многие мои покупатели, мои подписчики спрашивали меня и просили подготовить такой мастер-класс. Который как раз таки будет ориентирован на то, как же связать шаль из голландской пряжи Верл. Давайте я вам покажу саму шаль, которую связала в прошлом году и с большим удовольствием на шу. Размах крыльев почти 2 метра. То есть она даже в видео не умещается до конца. Вот такая красавица. Треугольная шаль. На каждой стороне есть кисточки. Вот такие красивые. Покажу вам поближе. Она очень легкая, удобная, мягкая и в то же время не жаркая. И если вы купите всего лишь один моточек, то вам этого хватит на то, чтобы связать вот такую огромную шаль, в которую вы полностью можете завернуться, одеть ее как бактус. Либо накинуть на плечи. И также вам хватит этой ниточки для того, чтобы сразу изготовить кисти. Поэтому в мастер-классе я расскажу вам, как связать шаль со средней линией. Как это делаю я. Я нашла очень интересный способ, красивый. Как провязать центральную петлю красиво. Также я провяжу с вами первые ряды начала шали. Так как у новичков это всегда вызывает много вопросов и каких-то страхов. Все очень легко и просто. И я расскажу вам, как сделать кисти. Вот и все, друзья. И вы сможете приобрести пряжу и сразу же начать вязать вместе со мной. Ну что, приятного просмотра. Начать я хочу с того, чтобы показать вам поближе свои шали из голландской пряжи Верл. Вихрь, как мы называем. Вот эта шаль связана в прошлом году и благополучно с удовольствием носится. На нее ушел ровно один моточек пряжи. Вот здесь такие красивые кисти. И что я хочу вам показать. Я хочу вам показать, что здесь средняя линия. Вот смотрите, как она выглядит при натяжении. То есть вот средняя петля, но как она выглядит. Я вязала с помощью накидов вокруг центральной петли. Вот так это выглядит. В принципе, все очень красиво и достойно. Но я нашла другой способ, который сегодня я вам и предложу. Который мы с вами вместе свяжем. Как вы видите, никаких узоров дополнительных здесь нет. Кроме линии из платочной вязки. Вот такая красота. Шаль начинается вязаться отсюда. Сейчас я вам покажу схему. И в конце буквально я сделала несколько таких ажурных полос в виде дырочек. И вот этого вполне достаточно. Шаль выглядит просто великолепно. Именно за счет своих красивых переходов цвета. Еще раз покажу вам, как выглядит средняя линия на этой шале. И теперь покажу вам другую шаль, которую я сейчас вяжу. Она в процессе. И способ, которым я сегодня с вами поделюсь. Вяжу я сейчас вот из-за такой красивой ниточки. Это цвет 754. Вот такая красота. Вот на спицах у меня эта шаль. И посмотрите, пожалуйста, как здесь выглядит средняя линия. Сейчас я вам поближе покажу. Здесь средняя линия выглядит в виде вот такой косички аккуратной. И при растягивании... Видите, как это выглядит здорово. Вот так это смотрится. Вот этот способ мне очень понравился. И именно наш мастер-класс сегодня будет посвящен, как же провязать вот такую среднюю линию у шали. Провязала я пока немного. И мы сегодня с вами научимся. Я еще хотела сказать несколько слов по поводу спиц. Так как я, в принципе, веду разговор о шалих, которые будут связаны именно из пряжи верл-вихрь, то по спицам, какие рекомендации дает производитель? 3,5-4 мм. Я вяжу на спицах 4 мм. Начинала я когда-то на 3,5 мм первую шаль, но она по моей плотности вязания была связана довольно-таки плотно. Поэтому все очень во многом зависит от вашей плотности вязания. Самое главное, шаль не должна быть такой дубовой и стоять колом. Она должна быть вот более такая пластичная, полупрозрачная. По крайней мере, вот здесь даже чуть потуже связано. Мне так больше нравится. То есть шаль не должна быть связана очень плотно. Это мои рекомендации. Вяжу я спицами чиагу. Очень они мне нравятся. Приобрела себе набор. Можно их приобрести также в моем магазине про клубочки. Очень удобные спицы, поэтому рекомендую с острым кончиком. Удобно вязать именно эту пряжу в том числе. Итак, я вам сейчас покажу схему. Схему шали. Давайте с вами посмотрим. Мы с вами свяжем треугольник. То есть, вот здесь у нас начало вязания. Я покажу, каким способом я набираю первые петли для вязания шали. И дальше с помощью прибавок в каждом лицевом ряду у нас будет расти треугольник с центральной линией. Вот таким образом он будет расширяться. Вот такая схема шали. Начинаем мы отсюда. Также в конце я вам покажу, как я делаю кисти. И вот в чем прелесть вязания из пряжи Верл? В том, что вы берете один моток и вы сразу получаете одно готовое изделие. Вам не нужно ничего докупать, думать и так далее. Здесь в 215 граммах 1000 метров. То есть, очень большой метрас. Ниточка довольно-таки тонкая. Но вязать ее невероятно приятно. Она мягкая. И вот эти переходы цвета ты ждешь просто с нетерпением, когда же начнется новый переход. Поэтому затягивает очень сильно. Начинаем мы вязать из серединки. Всегда это очень удобно. Моток стоит. Мы вяжем из серединки. И вот, девочки, здесь есть у нас второй кончик ниточки. Так вот, именно от этого кончика мы с вами и сделаем кисточки. Я покажу, как я это делаю. Самым простым способом. То есть, вязать будем отсюда. И когда мы уже будем практически подходить, у нас будет все меньше и меньше пряжи оставаться, мы заранее делаем обязательно кисти. Потому что, если вы будете вязать практически до самого конца, то вам может просто не хватить нити на кисти. Поэтому кисти мы делаем заблаговременно. Когда у нас еще чуть меньше половины все еще остается, я рекомендую делать кисти. Итак, я решила, что я буду показывать вам способ набора и провязывания средней линии. Я буду показывать вам на другой, более толстой пряже, чтобы просто вам было удобнее и понятнее. Я беру спицы Чиагу. И я набираю ленточку первую, от которой мы начинаем вязать, с помощью набора Джуди. Это отличный способ. Вы можете также в интернете найти, посмотреть дополнительную информацию. Мне этот способ очень понравился. Именно его я сейчас использую. То есть мы берем нить. Вот это у нас рабочая нить от моточка. Можно оставить небольшой кончик. Большой кончик нам в данном случае не требуется. И в принципе вот так можно расположить нить на пальцах. Вот таким образом. Далее, что мы делаем? Мы берем, вот так вот соединяем спицы. Это круговые у меня спицы на леске. Мы их берем вот таким образом. Открываем и вот так вот защипляем и поворачиваем. То есть очень просто. И у нас вот здесь получается такая первая скрученная петля. Давайте еще раз покажу. Открываем. Заводим вот так спицы. Прижимаем и поворачиваем. Спицы смотрят кончики в левую сторону. Все очень предельно просто. Нам для начала нужно набрать всего 6 петель. 6 петель по 3 на каждую спицу. Каким образом мы будем это делать? Вот мы сделали первую закрученную петлю на нижней спице. Теперь нам нужно на верхнюю спицу накинуть еще одну петлю. Вот у меня верхний палец, вот у меня нижний палец держит нити. Мы нижним пальцем, нижнюю, скажем так, вот эту нить будем накидывать на верхнюю спицу. А вот эту вот верхнюю нить на нижнюю спицу. Поэтому сейчас будем накидывать нижнюю вот эту нить на верхнюю спицу. Каким образом? Вот таким. Вы просто можете повторять за мной. И заводим в середину. Раз. Теперь, как я сказала, берем верхнюю нить, заводим под нижнюю спицу и в середину. Два. Далее. То же самое делаем по 2 уже у нас петли. Так, вот если вы, например, отвлеклись, да, то смотрим. Вот у нас. Мы завели только что нижней нитью на верхнюю спицу. Теперь нам нужно на нижнюю спицу завести еще одну петельку. Так. И опять нижнюю, нижней ниточкой на верхнюю. Кажется, возможно, кто не делает этот способ, что это непонятно и сложно. Это очень легко. Вы можете несколько раз посмотреть и просто повторить вместе со мной, так как я делаю это очень медленно. Обратите внимание, сейчас у нас на двух спицах 6 петель. И как проверить себя, правильно ли вы набрали и накинули. Вы поворачиваете и видите, что здесь между собой петли как будто бы сшиты. То есть вы не можете раздвинуть спицы. Они как будто бы сшиты. Вот такой способ. Если у вас это получилось, значит вы все сделали правильно. Вот так должно у вас получиться. Итак, вот это у нас рабочая нить. Это у нас хвостик, который оставался. И я просто завязываю узелочек. Так как мы закончили с вами набор 6 петель, который нам был необходим. Вот так завязываю просто узелок. Завязала. Итак, мы с вами связали 6 петель. И теперь из этих 6 петель мы будем вязать ленточку. Ленточку начала нашей шали. Я сейчас говорю вот о этом месте. Итак, спицы смотрят в левую сторону. Что же мы делаем? Мы просто поворачиваем спицы сначала в правую сторону. И одну нижнюю спицу вынимаем. Потому что мы будем ей вязать. Вот таким образом. Захватываем рабочую нить. 3 спицы, ой, простите, 3 петли, которые у меня на леске. Вы о них можете пока забыть. Сейчас мы будем работать и вязать 3 петли, которые на спице находятся. Провязываем мы их лицевой гладью. Просто провязываем лицевой гладью. Все 3 петли. 1, 2, 3. Провязали. И нам нужно таким образом 6 раз провязать эти 3 петли. Провязали мы 1 раз. Разворачиваем. И снова эти же 3 петли провязываем. Мы с вами просто поворачиваем кончики спиц направо. Вот таким образом. Нижнюю спицу мы вытягиваем. Потому что мы будем сейчас ею работать. Берем рабочую нить. Вот рабочая нить. Как обычно одеваем. И сейчас мы будем работать вот с этими 3 петлями, которые у нас на спице. Мы будем их провязывать просто лицевыми петлями. О петлях, которые у нас на леске, мы пока забываем. Итак, провязываем 3 лицевых петли. 1, 2 и 3. Провязали. Провязали 3 лицевых петли. Далее опять поворачиваем. И опять эти же 3 петли провязываем. Таким образом нам нужно 6 раз провязать. Первый раз мы уже провязали. Вяжем. Опять лицевой гладью провязываем эти же 3 петли. 1, 2, 3. Провязали второй раз. Снова поворачиваем. Провязываем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Четвертый раз. То есть выполняем одни и те же действия. Придерживаем. Четвертый раз провязываем 3 петли. 1, 2, 3. Еще раз разворачиваем. И вы видите, да, то, что у нас уже здесь формируется некая такая ленточка. Вот она ленточка у нас формируется. Вот она нам и нужна для начала нашей шали. Итак, пятый раз провязываем. Уже осталось совсем немножко, девочки. Давайте вяжем вместе. Раз, два, три. И последний, шестой раз разворачиваемся. И также провязываем шестой раз. Все лицевыми петлями. Все три. 2, 3. Провязали. Вот что у нас получилось. Так. Теперь что мы делаем. Вот у нас 3 петли. И мы лесочку вот подтягиваем. И снова возвращаем 3 петли, которые у нас были на леске, на спицу. Вернули. И смотрим, что у нас получается с вами. У нас получается, что у нас на одной спице 3 петли. Дальше у нас между ними ленточка между спицами. И на другой спице 3 петли. И нам для вязания нужны еще 3 петли. То есть всего должно быть 9 петель. И мы просто с вами вот отсюда поднимем еще 3 петли. И провяжем их лицевыми. Поднимем из любого места, в принципе, удобного. Вот эти барашки здесь, да, находятся. Вот из них можно поднять и провязать 3 петли. Вот я нашла удобный мне, одеваю на спицу и сразу же провязываю лицевой. Вот, один я провязала. Потом поднимаю вот мне, например, отсюда, да. И сразу же лицевой провязала. И еще один, вот который на вас смотрит. Поднимаем и провязываем лицевой. Провязали. И эти же 3 спицы, ой, простите, петли, которые у нас на другой спице, мы тоже провязываем лицевой. Провязали. Провязали. И повернули к себе. Мы с вами закончили формирование начала нашей шали. У нас на спицах 9 петель. Итак, что же мы делаем дальше? Вот мы получили 9 петель и теперь мы уже готовы к вязанию самой шали. Сейчас процесс пойдет очень легко и приятно. Как только вы провяжете несколько рядов и поймете принцип, то вам даже не нужно думать. Можно, вы знаете, использовать вязание шали как некий релакс и отдых, когда тебе не нужно смотреть на схему, ты просто вяжешь и наслаждаешься. В каждом лицевом ряду мы будем делать прибавки. За счет этого у нас будет расти треугольник шали. И все изнаночные ряды мы будем провязывать просто по рисунку изнаночными петлями. И мы будем с вами сейчас формировать среднюю линию шали. Вот этим красивым способом, который я вам показала ранее. Вот такой красивой косичкой. И стандартно кромка шали провязывается платочной вязкой. То есть, три лицевых петли всегда провязывается платочной вязкой. В начале ряда и в конце ряда. Сейчас я вам покажу. Но первый ряд я решила просто провязать сейчас без всяких прибавок. Провязываем просто лицевыми петлями. Все петли. Так. Раз. Два. Вы помните, у нас 9 петель. Три. Каким способом вы будете провязывать бабушкиными петлями или классическими лицевыми, это решать только вам. Это вообще не имеет никакого значения. Так. Я вот решила их все провязать за переднюю стенку. Провязываем все лицевыми. У нас начался дождик. И может быть вам слышно шум дождя. Очень приятно вязать под шум дождя. Итак, девочки. Провязали. Это у нас лицевой ряд. Разворачиваемся и вяжем изнаночный. Ох, какой сильный ливень на улице. Вяжем изнаночный ряд. Смотрите, как я вам и говорила, для формирования мы уже начинаем формировать кромку шали. Поэтому три петли в начале и в конце мы провязываем лицевыми. Для того, чтобы у нас началась уже платочная вязка. Вот. Три петли лицевыми. Остальные изнаночными. Остальные изнаночными. И три петли с другого конца тоже лицевыми. И мы всегда будем три петли с одной и с другой стороны провязывать лицевыми. И в изнаночных, и в лицевых рядах. Так. Повернули. И теперь мы приступим уже к... Так, у меня тут убежала одна. Это не страшно. Так. И теперь мы приступим с вами к формированию центральной линии. Как у нас будут идти прибавки в целом. У нас в каждом лицевом ряду, как я сказала, будет четыре прибавки. Всегда прибавки у нас будут, в данном случае, после трех петель кромки. Вот здесь будет у нас накид. С этой стороны, перед тремя петлями, кромки будет накид. И посредине. Но я буду не накиды использовать, а буду поднимать петли из низлежащего ряда. И определенным способом их провязывать. И благодаря этому у нас получится красивая косичка в середине. Начинаем вязать. Все очень просто. Причем я не пользуюсь маркерами для обозначения средней линии. Потому что буквально через несколько рядов вы ее сами увидите. Я сейчас покажу, как делаю это я. Мне этот способ нравится. Провязываем первые три петли. Провязываем их лицевой гладью. Дальше я делаю накид. Накид я делаю от себя. Вот таким образом. Вот так. Еще раз покажу. Вот так. Я делаю накид. Вот первая прибавка. Так, первую прибавку мы сделали. И как я говорила ранее, перед тремя петлями с другой стороны мы вот здесь тоже будем делать накид. И что же у нас остается? Остаются у нас вот три петли. И одна из них, вот она, средняя петля, с которой мы будем работать. Но не накиды мы здесь будем делать, а будем вязать из низлежащего ряда, поднимать и провязывать две петли. Таким образом у нас тоже получится прибавка. И благодаря этому сформируется очень красивая косичка. Средняя линия. Собственно, тот способ, который я хотела вам показать. Я провязываю еще одну петлю. И вот мы подошли к той самой центральной петли. Давайте на нее внимательно посмотрим. Вот она лежит, петля у нас на спице. И давайте найдем низлежащий ряд. Так. А вот косичка низлежащего ряда. Да? Вот у нее есть две части. Правая и левая. У этой косички. Вот она. И мы с каждой дольки будем провязывать и поднимать по одной петле. Вот это у нас будут прибавки вокруг центральной петли. Как мы это будем делать? Еще раз посмотрим. Вот вы видите. Вот они эти косички. И вот косичка низлежащего ряда. Петля одна центральная на спице. Мы берем, поднимаем вот таким образом петлю, дольку петли низлежащего ряда. Одеваем на спицу. И тут же, вот ничего я другого не делаю, сразу же провязываем ее лицевой. Вот. Вот что нам нужно сделать. Теперь мы провязываем саму центральную петлю. Провязали. И теперь внимательно нужно посмотреть и найти. Вот он немножко подскручен. Вторую дольку. Вот вы помните, да? Низлежащая петля. С первой долькой мы уже поработали. А сейчас нам нужна вторая долька. Вот она. Я ее подцепила. И провязать ее нужно за переднюю стенку. Это важно. В данном случае лицевой. За переднюю стенку. Провязываем. Провязали. Дальше. Одна петля, которая у нас оставалась, просто лицевой провязываем. И смотрите, вот они, те самые три петли. Вы помните, мы их всегда провязываем лицевой. И здесь нужно сделать накид. Делаю я накид таким же способом от себя. И провязываю петли просто лицевыми. Дальше мы переходим к вязанию изнаночного ряда. Пока вроде бы что-то здесь такое не совсем понятное. Продолжаем вязать. Сейчас все увидите. Мэджик. Продолжаем вязать. Не забываем, что первые и последние три петли это лицевая гладь. Для того, чтобы формировалась у нас так. Платочная вязка. Дальше у нас накид. Провязываем мы накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Для того, чтобы не было дырочек. Вот я так немножко подтягиваю, чтобы было удобно. И провязываю изнаночной. Сейчас все потянется и дырочек не будет. Все остальные петли так же по рисунку провязываем изнаночной. Провязываем изнаночной, пока не дойдем до следующего накида. Который тоже провязываем за переднюю стенку изнаночной. И последние три петли лицевыми петлями. Так. Хвостик. Все. Провязали. Провязали изнаночный ряд. Поворачиваем. Пока вы не видите, где же эта самая центральная петля. Продолжаем вязать. Совсем скоро она будет обозначена. Очень явно у нас с вами. Продолжаем вязать. Опять провязываем сначала, просто даже не задумываясь, первые три петли лицевой гладью. Провязываем. Так. Делаем накид. Вот себя. Еще раз показываю. Вот таким образом. И теперь давайте посмотрим, где центральная петля. Как ее найти. Вот три петли сразу отодвигаем. Это те, которые у нас тоже идут на кромку. Всего сколько остается на спице. На спице остается семь петель. Значит, по три с каждой стороны. И вот она центральная. Вот я ее пальчиком так отодвину. И вот эти петли просто провязываю до центральной, просто лицевой гладью. Провязала. Просто лицевой гладью. Далее, опять повторяем те же действия. Еще раз показываю. Вот она центральная петля. Вот косичка низ лежащего ряда. Вот я ее так спицей выделю и покажу. Еще раз. У этой косички есть две дольки. Правая и левая. Сначала мы работаем с правой долькой. Мы нашли ее. Подцепили. Поднимаем на спицу. И тут же провязываем лицевой. Вот первая прибавка у нас сделана. Дальше мы провязываем центральную петлю лицевой. И вот она. Петля. Вторая долька. Вторая долька низ лежащей петли. Я ее на спицу надеваю. Но провязываю не так, а провязываю за переднюю стенку. Очень важно. В данном случае за переднюю стенку. Провязали. Дальше опять вяжем просто лицевыми петлями. До трех петель кромки. Помним, что перед кромкой накид. И вот эти действия вы сейчас будете просто совершать. И таким образом у вас будет расти шаль. То есть фактически, если вы вообще, например, не хотите никаких рисунков использовать, то вы вяжете таким способом и у вас растет шаль. Она постепенно, постепенно у вас будет расти. То есть фактически даже не нужно ни о чем задумываться. Как я делала? Я вязала, как правило, 20 рядов лицевой гладью, как мы с вами вяжем поворотными рядами. Потом 3 ряда платочной вязкой. Потом 3 ряда. Потом снова 20 рядов лицевой гладью. И снова 3 ряда платочной вязкой. Это вот такой у меня простой рисунок. Сюда можно включать любые рисунки абсолютно. Самое главное придерживаться принципа прибавок в каждом лицевом ряду перед кромочными. Здесь. И провязывать прибавки рядом с центральной петлей. Вот если присмотреться, уже она у нас здесь вырисовывается. Это центральная петля. Сейчас еще провяжем, чтобы было более явно видно. Изнаночный ряд. Приступаем к изнаночному ряду. Первые 3 петли кромки провязываем лицевой гладью. Так. Накид, который у нас был, провязываем изнаночной петлей. Далее все по рисунку, как смотрят петли, а смотрят они у нас. И мы провязываем их изнаночными. Так. Провязываем. И дошли до 3 петель кромки. Их провязываем лицевыми. И таким образом формируем кромку платочной вязки. Вот она, видна уже кромочка платочной вязки. На шале. Вот она. Вот она, кромка платочной вязки. Так. Вяжем еще один ряд с прибавками. В каждом лицевом ряду у нас идут прибавки. Накид. Смотрим, где центральная петля. Если еще пока она у вас не явно вырисовывается. 3 петли. На спицах остается 3, 6, 9, 11. Значит, по 5. 5 провязываю. И дальше уже у меня будет центральная. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 я провязала. Вот она, центральная петля. Вот она уже у нас вырисовывается. Такая красивая косичка. Вы видите? Вот она. И от нее расходятся в разные стороны. Вот эти клинии лицевой глади. А косичка идет ровно. Видите? Вот она уже вырисовывается. Опять, что мы делаем? Находим косичку низлежащего ряда. Берем правую дольку, накидываем на спицу и тут же провязываем лицевой. Саму петлю центральную провязываем лицевой. Находим дольку вторую низлежащего ряда и за переднюю стенку провязываем лицевой. Провязали. Дальше, ничего уже не считая, вяжем до трех петель кромки. Подходим. Три петли. Значит, знаем, что делаем накид. Провязываем три петли лицевыми. Все очень-очень просто. Очень просто. Вот что у нас вырисовывается. Провяжем еще немножко. Я уже вижу центральную петлю. Вот она. Видите? Провяжем еще один изнаночный ряд. Так. Первые три петли всегда вяжем лицевыми. Дальше. Накид провязываем изнаночной за переднюю стенку. Для того, чтобы не было дырочек на лицевой стороне. Так. Дальше все петли по рисунку изнаночными. Провязываем. Вы можете вязать вместе со мной. Повторять все те же самые движения. Это для новичков, которые... Ну, я сейчас говорю для новичков, которые никогда таким способом не вязали. Главное начать делать. То есть не нужно думать, а как это будет, получится у меня или нет. Нужно просто начать делать. Это очень важное правило. Так. Правило, которое подходит вообще ко всем жизненным ситуациям. Три петли кромки лицевой гладью. Провязали. Поворачиваем. Так. Что же у нас тут уже получается? Вот она, наша центральная петля. Вот она, наша центральная петля. И, девочки, мы продолжаем таким образом вязать, вязать и вязать. Не останавливаясь. То есть все то же самое мы продолжаем с вами делать. Вот она растет, наша с вами шаль. Вот эта часть. Та самая часть шали. Чтобы вы понимали. И как это все будет формироваться. То есть у нас идет просто расширение. Вот таким образом. Так, еще хотела вам показать. За кадром я еще несколько рядов провязала. И вот если расправить. Посмотрите, девочки. Вот она, эта красивая центральная петля. Вот она. И от нее расходится вправо и влево лицевая гладь. Вот она. И когда вы будете продолжать вязать в том же духе. Делать те же прибавки. То вы подходя к этой петле. Вот она. Вы ее уже будете видеть. Она отличается. То есть вам уже не нужно будет считать. Вы будете просто вязать и наслаждаться. Вот так. И вяжем мы до тех пор, пока фактически у нас не заканчивается нить. Сейчас я еще расскажу, как делать кисточки. Закрывать шаль, когда вы уже практически подойдете к самому концу. У вас в конце на спицах нужно будет брать леску по длине, где-то 80 миллиметров. Прости, сантиметров. Леску нужно брать 80-100. Потому что у вас в итоге из-за прибавок у вас полотно все больше и больше будет. И большое количество петель в последних рядах уже будет на спицах и на леске. Соответственно, закрывать я рекомендую шаль крючком. Я закрываю по лицевому ряду. То есть вот так же вяжете, вяжете. И вы видите, что уже ниточка осталась практически в обрез. И вы закрываете по лицевому ряду шаль крючком. И после этого, я как правило провожу ВТО, я никак не блокирую шаль. И она вот так великолепно выглядит. То есть просто ее раскладываю с уши. И она прекрасно держит форму. И с каждой стороны шали у меня по одной кисти. То есть всего три кисточки. И к ним я подбираю вот такие красивые бусины в цвет. Вот такая красота. Три кисточки на концах. То есть, если вы будете вообще впервые вязать шаль, когда вы будете вязать вот этим способом, расширять, 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 то вот этот треугольник, по сути, да. Вот эта кромка красивая. Вот эта ленточка, с которой мы начинали. Вот эта кромка платочной вязки. Видите, как все аккуратненько получается. Вам может быть казаться, что вот что-то непонятное висит на спицах, но как только вы закроете крючком, вы увидите, что у вас получилась красивейшая треугольная шаль. И на треугла вы сможете навесить кисти. Я хочу с вами провязать буквально немножко именно из пряжи верл. Показать вам, как я здесь вяжу. Эта ниточка более тонкая. И в самом начале, может быть, вам будет немножко неудобно, да, формировать эту ленточку, набирать, потому что ниточка более тонкая. Но далее, когда дело пойдет, видите, уже у меня сколько на спицах, да, полотна. За счет прибавок оно растет. И вяжется все с большим удовольствием. То есть никаких маркеров, как вы помните, у меня нет. Я вяжу также лицевую гладью. Я провязала уже вот часть. И подхожу к нашей центральной петле. И вот ее видно. То есть мы понимаем, что вот это не центральная петля. А вот она центральная петля. Вот она прослеживается, да. То есть вот это не центральная, мы ее провязываем. А вот она центральная петля. Вот видно ее. Ее видно, поэтому никакие маркеры не нужны. То же самое, как я вам показывала на других ниточках. Я нахожу косичку низлежащего ряда. Беру сначала вот эту дольку. Одеваю на спицу. Провязываю. Провязываю саму центральную петлю. И нахожу вторую дольку. Вот она, вторая долька. И провязываю ее за переднюю стенку. Лицевой гладью. Вот так. Вот. Вот у нас что тут получается. И дальше также продолжаю себе вязать. Ни о чем не думая, ничего не считая. То есть тут не нужны никакие сложные просчеты. Смотрение куда-то в схему. Вот чем прекрасна пряжа Верл. То, что она по сути не требует никаких больших ажуров. Вяжем и наслаждаемся лицевой гладью. До следующих прибавок. Ну и дальше то же самое я вяжу. Вот она кромочка у меня. Из платочной вязки. Собственно вот. Теперь давайте мы с вами поговорим о кистях. Как же нам сделать кисти? Давайте сделаем вместе одну кисточку. Я вам покажу, как я это делаю. Убираю. Убираю пока Эту шаль. Вот я вяжу Из цвета 754, Который я вам показала. Так. Минутку. Вот он. Такой красивый цвет. То есть он от серого Он перейдет вот в такую березу великолепную. И я буду вязать, вязать, делать прибавки, прибавки. Пока у меня не останется, ну где-то вот столько пряжи, наверное, должно побольше. Вот так где-то. То есть до этого момента можно вязать ни о чем не думать. Но как только у вас остается какое-то такое количество пряжи, Причем очень удобно вязать из середины. Моток стоит, он никуда не катается, не валяется. Мы вытягиваем нити из середины и вяжем. И вы помните, что я вам предлагала, как только у вас останется уже немного пряжи, Найти второй кончик и уже заранее сделать кисти. Давайте я сниму этикетку, Чтобы мне было удобнее найти этот самый второй кончик. Так, давайте-ка вместе посмотрим, где он здесь у нас. Вот он, я его нашла, вот он. Ниточка очень мягкая. Вот он кончик, поэтому я не буду дожидаться, да, Пока я там довяжу и останется у меня не так много пряжи. Я вам покажу, как мы будем делать кисти. Вот он кончик. И я немножечко сейчас какое-то количество себе отмотаю. Объясню почему. Просто я вот так разматываю второй кончик нити. Сейчас это не совсем удобно делать, потому что у меня все еще большой моток пряжи. Ну вот, смотрите, как делаются кисти. Уже, можно сказать, эмпирическим путем стало понятно, То, что кисти очень удобно делать. И вот такой размер, размер, можно сказать, паспорта, Паспортной обложки, сколько здесь сантиметров, наверное, 7, Он отлично подойдет для кисточек. Для вот таких кисточек. Вот. Как же мы это будем делать? Нам просто нужно намотать ниточку на эту обложку паспорта. Вот так мы кладем. Так, чтобы вам было хорошо видно. Тут какой-то небольшой кончик оставляем. Поближе можно. И в зависимости от того, сколько вы намотов сделаете, Тем пышнее будет кисточка. Можно делать 20-30 намотов. Я, наверное, сделаю 30, потому что мне в последнее время Очень стали нравиться пышные кисти. Так, вот один. Далее. Просто вот так делаем. Два. Три. Четыре. Придерживаем пальцы. Пять. Шесть. И тридцать. Все. Намотали мы 30. Раз. Обмотали паспортную обложку. Это наша как раз таки кисточка получается. Теперь мы просто обрежем кончик. И можно либо сразу разрезать с одной стороны, Либо можно снять и потом отрезать. Я, наверное, сначала сниму. Так. Я, как правило, обрезаю позже один из кончиков. Я сейчас покажу принцип, что нам дальше делать. Вот у нас получилась такая красота. Это я покажу уже реальную кисточку. Положу рядом. Нам еще понадобится ниточка для того, чтобы обвязать кисточку. Еще обрезаем несколько кончиков, но приблизительно тоже по длине паспорта. Так. И еще одну. Далее. У нас есть у кисточки вот эта головка, так называемая. Мы ее сейчас с вами и завяжем. То есть, где-то размер может быть сантиметр или 8 миллиметров. Вот так мы кладем. Приблизительно, да? Тут ничего сверхъестественного нет. Ничего вымерять здесь не нужно. Вот. Положили. И просто завязываем. Девочки, просто завязываем. Еще раз внимательно посмотрели, устраивает ли у нас размер этой головки. И завязали. Вот. Несколько раз завязали. Так. И опустили вниз. Вот что у нас с вами получилось. Так. Вот что у нас с вами получилось. Вот она уже сама кисточка вырисовывается. И в принципе сейчас можно обрезать. Так. Натянуть. И обрезать. Концы, которые мы... Вот что у нас получилось. Так. Вот показываю вам еще кисточку саму. И вот эти кончики, их просто аккуратненько подрежете, чтобы у вас была нужная вам аккуратненькая длина. Так. Но нам же еще нужно будет это все навешивать. Поэтому мы сейчас с вами эту головку тоже закрепим. Сейчас покажу как. Ну, фактически кисточка уже готова. То есть с легким движением руки кисточка уже готова. Покажу еще рядышком. Готовую кисточку. Мы берем последнюю ниточку, которую мы обрезали. Мы ее вот так аккуратненько сюда тоже вставляем. Вставляем. Так. Вставили. Сделали ее удобнее одинаковой длины. И просто так же завязываем. Раз. И для закрепления еще раз. Вот так. Вот у нас с вами уже получилась еще одна кисточка. Она готова. Сюда вы можете теперь одеть бусину. Просто протянув. Одеть красивую бусину, которая вот здесь у нас окажется. И саму далее вот по этим ниточкам подвязать к уголку шали. Когда уже вы шаль довяжете. Вы просто подвяжете эту кисточку к уголку шали. Закрепите и спрячьте кончики. Вот и все, друзья. Все очень легко и просто. Способов как делать кисточки их очень много. Поэтому вы можете всегда выбрать себе, который вам понравится. Но я вам показываю самый вот простой способ. Буквально две минуты и кисточка готова. И так же я сделаю еще две кисточки. Вот головку, например, я хочу сделать чуть поменьше. Подтягиваю. Еще две кисточки. Продолжу вязать свою шаль. И почему очень важно сформировать кисточки заранее, не дожидаясь. Потому что если вы будете вязать до последнего, то у вас просто может не хватить ниточек на кисти. Поэтому кисти сделайте заранее. И вы будете спокойны. И вы будете всегда знать, что кисти готовы. И я вяжу до буквально последнего ряда. И закрываю его крючком. Вот таким образом. Я очень надеюсь, что объяснила я вам понятно. Я надеюсь, что вы обязательно приобретете великолепную пряжу Верл. Какой-то из одних цветов, который вам западет в душу. И свяжете себе не одну красивую шаль, которую вы будете наслаждаться прохладными вечерами. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok